Украинская столица 11.00. Мы продолжаем рассказывать о происходящем в Украине и мире. На Донбассе российско-оккупационные войска за минувшие сутки 30 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Из них 10 раз применяли артиллерию и минометы. Как сообщили в пресс-центре операции объединенных сил, активные боевые действия велись на Луганском направлении, возле Крымского, Новотошковского и Зайцева. На Донецком направлении неспокойно было вблизи Авдеевки, Песков, Красногуровки, Марьинки, Новотроицкого и Лебединского. За прошедшие сутки потерь среди украинских защитников нет. По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и шестеро ранены. Российские подразделения накануне вечером в очередной раз обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. По данным пресс-центра операции объединенных сил, обслуживающий персонал ДФС был вынужден скрываться в бомбоубежище. В результате обстрела никто не пострадал. Донецкая фильтровальная станция расположена в 12 километрах от оккупированного боевиками Донецка на нейтральной территории. Она обеспечивает водой почти 400 тысяч абонентов из Донецка, Авдеевки и других населенных пунктов по обе стороны линии разграничения. За время российской агрессии станцию неоднократно обстреливали со стороны оккупантов. Это был обстрел российско-террористических войск цивильной инфраструктуры Донбасса. В данном случае фильтровальной станции. Враг вел огонь по ДФС из боевых машин пехоты и зенитно-ракетных установок. Чтобы уберечь жизни персонала станции, мы спрятали людей в бомбоубежище. Они остались на смене на вторые сутки подряд. К счастью, обошлось без жертв. Оболонский районный суд Киева рассматривает дело о государственной измене беглого президента Украины Януковича. Сторона защиты сегодня продолжит допрос своих свидетелей. Подробности судебного заседания можем узнать у нашего корреспондента Юлии Башко. Она с нами на прямой связи. Итак, Юлия, тебе слово. Да, к сожалению, допроса только сегодня не будет, так как ни один свидетель не смог не прийти на заседание суда, а также с ним не смогли связаться по видеоконференции. Сегодня в суде должны были допрашивать Андрея Рапопорта. Он служил в Одессе и после в Крыму. Однако, как заявляют адвокаты Виктора Януковича, Рапопорт не смог связаться с судом по видеосвязи, так как у него заболела мама. Рапопорт свяжется с судом завтра, то есть его допрос перенесли на 6 мая. И что касается других свидетелей, то по словам защиты беглого президента, большинство из них не получило повестки о том, чтобы явиться в суд. И они также продолжают настаивать на том, чтобы была задействована международная правовая помощь, так как большинство свидетелей проживают на территории России, и им якобы неудобно приезжать в Крыму для того, чтобы проводить допрос по видеосвязи в суде. А что касается других заявлений, которые были сегодня сделаны в суде, то перед самым началом адвокаты Виктора Януковича заявили о том, что на суд оказывается давление якобы со стороны Генпрокуратуры, которая ограничила сроки принятия решений, и по их данным в суде должны уже принять решение по обвинению Януковича до конца месяца. Они передали такое заявление в суде. Также было сделано заявление, зачитано заявление самого Виктора Януковича, который заявил о том, что в ФНТ-фильме заявил о том, что многие доказательства, которые были заслушаны в суде, недопустимы. Пока на этом у меня. Спасибо тебе. Напомню, с нами на связи была наш корреспондент Юлия Башком. Я напомню, что Виктор Янукович бежал из Украины в феврале 2014-го. Фигурант по меньшей мере трех уголовных дел по факту экономических преступлений, государственной измены, а также преступлений против участников Евромайдана. Российский приговор вынесен и украинскому журналисту Роману Сущенко осудили в Канаде. Глава канадского МИДа Христя Фриланд считает, что это попытка подавить тех, кто пытается защищать правду. Московский горсуд в понедельник приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. После того, как стало известно о незаконном приговоре, наш корреспондент пообщалась с дочерью украинского журналиста. Приговор вынесли за 20 минут. Вот первое сообщение адвоката в Твиттере о начале заседания в 15-28 и почти следом за ним о решении суда 12 лет колонии строгого режима. Весь судебный процесс был закрытым и длился более полутора лет. Все это время Роман Сущенко находился в СИЗО Лефортово. Семья видела его всего несколько раз, и то через стекло. Дочь Юлия рассказывает, отец не надеялся на то, что будет оправдательный приговор. Перед заседанием ему удалось через адвоката передать небольшое сообщение семье. Все, что там получилось передать, буквально несколько слов, что все будет хорошо, он в это верит и нас поддерживает. Он вас поддерживает? Да. Вот он в этом он весь. Знаете, что несмотря на то, что он в такой ситуации, ему невероятно тяжело, он всегда находит возможность поддержать нас. 49-летний журналист провел в СИЗО уже два своих дня рождения. Его задержали в Москве 30 сентября 2016 года, куда он приехал проведать больного двоюродного брата. Его по сфабрикованным доказательствам обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, он являлся сотрудником главного управления разведки Минобороны. То, что происходит с Романом Сущенко, я думаю, что это должен быть сигнал для международной общественности, еще одно доказательство того, какую политику проводит Россия, и что она не уважает свободу слова и не уважает права человека. Последние шесть лет Сущенко работал собственным корреспондентом Украинформа во Франции. В родном информационном агентстве надеются, что после приговора дипломаты смогут начать переговоры о его обмене. Мы надеемся, конечно же, на благополучный сценарий. Мы надеялись на обмен, мы надеемся на него и надеемся, что Роман придется. То есть я бы не рассматривала сегодняшнее решение вообще с точки зрения правосудия никак. Это изначально был сценарий, в котором оно не играет особой роли, а играет только политический фактор. И политический фактор, который напрямую зависит от российского руководства. О возможностях обмена после приговора верит и семья Сущенко. Сегодняшний приговор, он как теоретически открывает путь к обмену или к любому другому роду освобождению отца, потому что процессуально все завершено, то есть уже юридически нельзя ни к чему придраться, то есть уже есть приговор и, соответственно, над человеком не идут какие-то процессуальные действия и так далее. И, соответственно, открывается дорога прямая к тому, чтобы вести какие-то переговоры. Нужно какое-то время подождать, чтобы понять, какие имеет намерения Москва прежде всего, потому что от нее зависит, готова ли она в гуманитарном смысле реализовать, как уже несколько раз было, возможность для обмена Романа Сущенко на Вышенского или кого-то из иных лиц. Защита Романа Сущенко 5 июня планирует подать апелляционную жалобу на решение Московского городского суда. Юлия Башкова, Евгений Сакун, ЮЭТВ. Встреча американского президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоится в Сингапуре 12 июня в 9 утра по местному времени. Об этом на брифинге в понедельник заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Главная цель Вашингтона на этой встрече – добиться полного ядерного разоружения корейского полуострова. По словам экспертов, Сингапур – наиболее подходящее место для американо-северокорейского саммита. Город неоднократно был дипломатическим центром, где проходили встречи лидеров на высшем уровне. Мы продолжаем готовиться к президентскому саммиту. Могу сказать, что президент ежедневно проводит брифинги по Северной Корее с командой советников по вопросам национальной безопасности. Сингапур – экономический центр Юго-Восточной Азии. Здесь один из самых крупных портов в мире и один из самых оживленных аэропортов. А теперь он снова становится дипломатическим центром. Именно здесь в 90-х годах состоялись первые переговоры между Китаем и Тайванем. В немецком Графенвере завершился первый этап учения Strong Europe Tank Challenge 2018. Первым упражнением была дисциплина «Танковый взвод» в наступлении. Командам нужно было поразить 24 цели, в частности бронетехнику в движении, в окопах и группы пехоты. Также выполнить ряд маневров, обнаружить и обойти минное поле, захватить укрепленную высоту, отбить контратаку противника. Тактические действия украинских экипажей организаторы оценили почти максимальное количество баллов. Хуже пошла стрельба. В итоге после первого этапа команда Украины набрала 208 баллов. В программе еще 12 этапов. Украинские танкисты в этом году выступают на модернизированных танках Т-84. Т-84 дебютировали на этих соревнованиях в прошлом году на Т-64. В итоге заняли пятое место из шести. В этом году в соревнованиях принимает участие 8 национальных команд. И в арт-центре «Изоляция» в Киеве презентовали книгу донецкого блогера Станислава Асеева. Украинец уже год находится в застенках боевиков ДНР. В июне 2017-го родственники и коллеги потеряли с ним связь. Террористы «Захват Асеева» сначала опровергали, позже признали, что журналисты у них и обвинили его якобы в шпионаже. Сборник под названием «В изоляции» друзья и коллеги Станислава составляли из его статей заметок о жизни в оккупированном Донецке. Говорили о том, что 10 мая. Примерно в эти дни до меня дошла информация, что его задержали. Там в тюрьме такая информация всегда доходит быстрее, чем на воле. Здесь все думали, что в июне. Этот период боевики использовали, чтобы давить на него и морально, и физически. Там пытают. Всех заложников страшно пытают. Игорь Козловский провел в застенках боевиков почти два года. Он внимательно следит за судьбой своего студента Станислава Асеева. Связь с ним пропала в июне 2017-го. Позже появились свидетельства о том, что Стаса удерживают террористы уже месяц. На контакт с редакторами в Киеве выходил под надзором. 2 июня 2017-го МГБ уже его официально засветило, когда они не решились его показать матери. Хотя он ей по телефону пообещал встретиться с их согласием. Она просила, чтобы Стас к ней приехал. Он посмотрел на них, и они кивнули, что можно. А потом дали задний ход. Свидетельства сокамерника Асеева зачитывают на презентации его книги. Сборник под названием «В изоляции» составили друзья Станислава. Там его статьи с 2015-го года и до задержания. Рискуя, он писал правду о жизни в оккупации для Украины и мира. Создать информационную изоляцию, в которой Крым и Донбасс, Россия, и люди якобы счастливы в этой действительности, не позволяют именно такие статьи и книги. Они чрезвычайно важны, потому что базируются они на трюках Москвы, а на абсолютно четкой правде. Именно за правду Асеев попал в застенки боевиков. О его состоянии почти ничего не известно. Ведь оккупанты не подпускают наблюдателей ни к нему, ни к другим заложникам. За четыре года Международный комитет Красного Креста ни разу не допустили к тюрьмам оккупированных территорий. Громко говорит об этом только Украина. Нам бы очень хотелось, чтобы международные партнеры, которые знают, что цивилизованный мир строится на принципах и ценностях, помнили, что ценность жизни – право на переписку или звонок – то, за что нужно бороться вместе. В общей борьбе за Асеева и остальных заложников Украину уверяет посол США Марий Иванович. Станислав присоединится к нам, чтобы жить и писать в мирной Украине. Я в это верю. Надеюсь, его книга напомнит людям, что Донбасс – это Украина, а Станислав и все остальные заложники должны быть свободны. Пока Асеев остается в застенках, его педагог делится словами поддержки, которое хотел бы написать, имея связь с учеником. Если бы передать ему письмо, я сказал бы, что о нем не только помнят, за него борются. Знание этого очень помогает держаться. Любовь Задорожная, Вячеслав Смирнов, Юэй ТВ. К этому часу пока что все. Эту и другую актуальную информацию вы найдете на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uatv.ua. Следующий выпуск через два часа. Не пропустите и оставайтесь в курсе происходящего. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова